В этом году более трех тысяч маленьких жителей областного центра впервые открыли для себя мир знаний. Чтобы этот процесс стал для них познавательным, большую работу проделали не только учителя школ, создавшие для учащихся комфортные условия для обучения, но и спонсоры, оказавшие помощь семьям в сборе их чат к учебному году. Большим подспорьем в этом вопросе стало проведение благотворительной акции «Дорога в школу» организаторами которой выступило общественное объединение «Областное общество лиц с инвалидностью области ЖИЦУ». Наша съемочная группа побывала на торжестве, а заодно узнала, сколько денежных средств потребовалось каждой семье для полноценной подготовки ребенка к школе. С 1 августа по 30 сентября по всей стране проходит ежегодная акция под названием «Дорога в школу». В этот период родители активно начинают подготовку своих детей к новому учебному году. Программа направлена на предоставление необходимых канцелярских принадлежностей и школьной формы, что позволяет облегчить финансовую нагрузку на семьи. В рамках акции предлагаются различные скидки, которые помогают мамам и папам обеспечить своих детей всем необходимым для успешного начала учебного процесса. «Мы попытались полностью подготовить ребенка к школе, приобретя всю необходимую одежду, включая спортивную форму. В итоге общие затраты составили 37 тысяч тенген, тогда как школьные принадлежности, такие как тетради, ручки и другие учебные материалы, в расчет не были включены». В городе Талтукурган представлено множество магазинов, специализирующихся на продаже школьной формы. Однако цены на товар могут значительно различаться в зависимости от торговой точки. В связи с этим жители города выбирают магазины, где стоимость школьной формы соответствует их финансовым возможностям. При этом цена на одежду может варьироваться, что позволяет родителям найти оптимальное предложение в зависимости от их бюджета. Школьная форма на мальчика. Белая рубашка от 2,5 до 4,5 тысяч тенге. Брюки от 3 до 6 тысяч тенге. Костюм от 12,5 до 20 тысяч тенге. Спортивная одежда от 6,5 тысяч до 8 тысяч тенге. Важно отметить, что цена образования влияет и на качество школьной формы. В некоторых магазинах можно найти доступные по стоимости варианты. Однако, как правило, они могут уступать по качеству более дорогим аналогам. Таким образом, при выборе школьной формы стоит внимательно отнестись к этим критериям, чтобы обеспечить детям комфорт и долговечность одежды в течение учебного года. Я провела сравнительный анализ цен на школьную форму в различных магазинах и обнаружила, что на рынке предлагают более высокие цены. Но при этом качество одежды оставляет желать лучшего. Именно поэтому я не была удовлетворена предложениями, представленными в таких магазинах. При покупке одежды в менее известных точках продажи качество часто оказывается ниже. На данный момент в пределах выделенного бюджета в 100 тысяч тенге нам удалось приобрести только один комплект одежды. Для поддержки детей и семей социально уязвимых слоев населения в регионе были выделены денежные средства, направленные на обеспечение их необходимой одеждой и канцелярскими товарами. Благодаря государственной поддержке более 24 тысяч ребят из данной категории получили материальную помощь в подготовке к учебному году. В этом году для обеспечения детей из категории социально уязвимых слоев населения выделен 1 миллиард тенге, который распределяется на 24 тысячи детей. Общая сумма оказанной помощи составила 61 миллион тенге. В результате на каждого ребенка было перечислено чуть больше 43 тысяч тенге. Отмечу, что данная программа стартовала в июле и завершилась 10 августа. Следующим этапом стала акция «Дорога в школу», которая проходит с 1 августа по 30 сентября, в рамках которой были предоставлены дополнительные возможности для покупки школьной формы и канцелярских товаров по доступным ценам. В области ЖТУСУ в этом учебном году порог школы переступили почти 130 тысяч учащихся, из которых для 13 тысяч поход в школу стал первым шагом в мир знаний. Для родителей детей с инвалидностью, которые не имели возможности полностью подготовить своих чат к новому учебному году, была организована специальная акция «Дорога в школу», инициаторами которой выступило областное общество лиц с инвалидностью области ЖТУСУ. В рамках этой программы при поддержке предпринимателей дети с ограниченными возможностями получили одежду и разнообразные подарки, что значительно помогло их родителям в подготовке их чат. В этом году продолжается четвертый год благотворительная акция «Дорога в школу», и мы при поддержке Ассоциации деловых женщин области ЖТУСУ сегодня организовали праздник. Также нас поддержал АКБ Кайнар. 84 детям они перечислили денежные средства в размере 10 тысяч тенге каждому на Каспи. Спасибо всем, кто поддерживает нас, спасибо всем спонсорам. И сегодня мы хотим, чтобы этот праздник остался незабываемым. Сегодня мы раздаём рюкзаки, аниматоры, пеновечеринка, угощения. Кроме того, для юных жителей областного центра была организована увлекательная программа, включающая пеновечеринку и развлекательные выступления аниматоров. Эти мероприятия добавили радости и веселья в подготовку к учебному году, создав положительное настроение и приятные воспоминания для детей.